Добро пожаловать на канал Криптуалет. Всех приветствую и сегодня хочу поговорить о новостях. Итак, аналитики Банков Америка заметили, что биткоины все быстрее уходят с крипто-бирж, наличные кошельки и держатели. И за неделю до 4 апреля на персональные кошельки было отправлено 368 миллионов долларов в биткоинах. Опасения, связанные с регулятивными мерами США в отношении платформ цифровых актив, могли ускорить потоки с бирж. И биткоин поднялся выше 30 тысяч долларов на этой неделе впервые с июня 2022 года. Также первая криптовалюта выросла более чем на 80% с 31 декабря. А интернет-пользователи США чаще ищут в интернете информацию о биткоине, чем о скандальном высшем президенте Дональде Трампе или даже Элвисе Пресле. А первая в мире криптовалюта по запросам вошла такие темы, как политика, кока-кола, религия, пончики, элементы и здравоохранение. Также еще одна новость. Еврокомиссия призывает к более жестким проверкам личности пользователей криптобирж. Необходимы более жесткие проверки на предмет отмывания денег в отношении транзакций, совершенных с использованием криптовалюты. И для них очень важно, чтобы пользователи бирж и криптоматов могли быть идентифицированы, когда в наличии от незаконной дохода говорится в отчете. Еще одна новость. Генеральный директор Stellar Даниил Диксон считает, что американские законодатели должны разработать регулирование стейблкоинов, привязанных к доллару США, тем самым крепив ценность национальной валюты. Она отмечает, что американские финансовые регуляторы ужесточают надзор за индустрию криптовалют. При этом доллар тоже испытывает давление со стороны стран, которые стремятся снизить зависимость от государственной валюты США. И эта проблема может быть решена, если правительство разработает регулирование стейблкоинов. Если штаты продолжат бездействовать, то мы окажемся в раздвоенном мире, где за пределами страны будет более дружелюбное криптовалютам законодательство. И руководитель Stellar уверена, что на контроль за криптовалютами может появлять лишь Конгресс. Причем основное внимание должно уделяться в пользу и ценности стейблкоинов для общества. Еще одна новость. В блокчейне Ethereum активировали Hartford Shappella в основной сети проекта, и пользователи теперь получили возможность вывести криптовалюту из стейкинга. Снятие средств ожидает более 4000 валидаторов. В очереди находятся свыше 3000 валидаторов. Также еще одна новость. МВФ объявила о запуске CBDC. Так, универсальная денежная единица ОМУ будет функционировать как CBDC и включает в себя протокол Stake Proof of Trust и VLT. И банки могут прикреплять SWIFT-коды и банковские счета к кошельку цифровой валюты и проводить трансграничные платежи, подобные SWIFT. И решение доступно центральным банкам по всему миру. И денежное кредитное управление цифровой валюты предоставляет ОМУ как криптовалюту 2.0. Это новая волна криптотехнологий для реализации публичной денежной системы цифровой валюты со множеством вариантов использования глобальной экономики. Подведя итог этой статьи, может ли представлять ли ОМУ угрозу для XRP? Известные блогерки крипто делают сравнение и давайте посмотрим, что из этого получается. Так он считает, что ОМУ это просто валюта как евро когда-то. Ее количество бесконечно. И она полностью контролируема. То есть можно с легкостью запретить любую страну, как это было SWIFT. И она ничем не обеспечена. В то же время XRP не имеет хозяина и нейтрально. Количество дефляционное, то есть со временем уменьшается. Возможно запретить пользоваться ею. И чем дороже цена, тем функциональнее XRP становится для всех. Получается, что новая валюта от МВФ не конкурент для XRP. Также на ней нельзя ничего разрабатывать, потому что она тотально закрытая. Это не блокчейн и это не DLT. И не важно, что пишут про нее. Это просто слова, чтобы казаться чем-то новым, а не тупо евро. И это не банкор. Спасибо за внимание. Я надеюсь, вам нравится мое видео. Подписывайтесь на канал, а также на мой телеграм-канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok